Если смертельная будет опасность, есть прекрасный стиль в Библии. В Откровении народ мой выйдет из Баилона, и не прикасайся к нечистому, я спасу тебя. Этим лозунгом святые всегда пользуются, когда видели, что архиерея упоняется в ересь. Матфея 18.11 Христос говорит, Сын Божий человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Мы должны сказать, что он пришел, спаси меня. И хорошо, что он нашел меня в субботу. Я в субботу сошел на дверь, он меня поснулся. И что в субботу? Спаси реку убить, но скажем, спаси, а в кресенье спаси реку убить. Поэтому, что касается спасения, в детском завете разрешалось три специальности в субботу работать. Это врач, это сторожа на стену, чтобы враг не добрался, и животновод отвязывает в субботу в Аллае и ведет. Все. Вот этим надо все-таки ограничить. Если ты работаешь животноводом, ты выпадаешь из этого. Если ты работаешь сторожем, то тоже выпадаешь. Хотя бы вот это вот, врач, на скорой, но ясно, что людей надо спасать. Если ты устроился, то туда. А остальное надо работу свою и так подогнать, чтобы в воскресенье ты надлежала сердце. Я когда меня сегодня устраиваются, на такую работу не обдумали. Не от великой, а от ревности. Сто время. А люди, конечно, думают, что вот было всегда, ну вот все, проехали с собой, ничего нет. Как? Если вот себя поубьешь, то же тебя, вот даже пойдет, даже весь суд не сходит. Вселенная, как устроена Богом, даже возьми любой организм, очистительный пункт с организма, да. То есть если появляется там или клетка рака, или клетка какого-то вируса, или воспаления, организм ее тут же уничтожает, любой вирус. И организм этим самым поддерживает чистоту вас. Это во всей Вселенной происходит такие же. Господи, благослови. Сейчас я вот хочу зачитать вам. Я саберечек возьму. В храме мне, конечно, зачитать не дадут. Я, конечно, и в храме читала во время исповеди. Ну, как бы у нас не принято, женщина в храме домолчает. Поэтому я дома вам сочетаю это. Исповедание православной христианки. Здесь у меня семь мест Евангелия. Я, значит, буду это проговаривать. Евангелие, послание к Римлянам. Десятая глава, стихи 9-10. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Кавычки закрыты. Я, голубец Церина Геннадьевна, читатель моего года рождения, исповедую святую православную веру, принадлежу к РПЦ Московского Патриархата, то есть к Русской Православной Церкви в России, являюсь прихожанкой Святникольского храма, исповедую Никео Царьградской символу веры, то есть веру в единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, ну и так далее. Принятую на 1-2 Вселенский Собор в 325-381 годах, для меня является авторитетно святоотеческое предание и писание в неповрежденном виде. Почитаю иконы и молюсь Спасителем моему Господу Иисусу Христу, который за меня пролил свою причистую кровь, Его причистой Матерь, Пресвятой Богородице Девы Марии, и всем святым, просиявшим в Ветхозаветной и Назаветной Церкви, пророкам, апостолам, учителям, девам, мученикам, великам мученикам, священным мученикам, преподобным мученикам, преподобным, ангел-хранителям и всем чинам бесплодным. Поминаю в своих молитвах патриархов, митрополитов, архиепископ, хипископ, архимадридов, сверхъемадридов, иегуменов, митропофорных, протереев, протереев, иерев, иерских, монахов, инг, монахов, братьев и сестер в Иерсеисусе, мирян, всех начала здравий, а потом и упокоения. Верую в воскресенье мертвых и Божий страшный суд. Почитаю и соблюдаю все православные посты. Это четыре многодневных поста в году, а также в среду и пятницу в течение всего года по уставу православной церкви. Признаю и почитаю все семь святых таинств, а именно крещение, миропомазание, покаяние, брак, священство, еле священия, соборование. Официально имею духовного отца, закону рукоположного в РПЦ, не состоящего ни под каким судом, ни под каким запрещением, ни под эпитемьей, здравствующего и служащего в храме РПЦ Московского Патриархата. Кстати, сегодня вспомнила день апостола Сафония. До его святой молитвы помилует нас Господь. Господь помилует. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и одним. Если послушать тебя, то приобрет и братство его. Если же не послушать, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердил всякое слово. Если же не послушать их, скажи церкви. А если и церкви не послушать, то доводит он тебе, как язычник и мытарь. Кавычки закрыты. В процессе нашего разговора я попросила ее высказать в мой адрес претензий с ее стороны, чтобы точнее понять, в чем я согрешила. Для того, чтобы покаяться, примириться с Богом и с ближними моими. Наши личные отношения мы решили положительно. Но с ее стороны еще прозвучали такие слова, которые и побудили меня обратиться ко всем нашим прихожанам с просьбой. Как бы я обращаюсь, тут у нас есть некоторые прихожане сегодня, да? Ну, почти все здесь прихожане нашего храма. Дорогие прихожане, прошу вас ради Христа, выскажите мне все ваши претензии. А именно, когда я чем я кого соблазнила или дала повод к тому, когда я вела себя недостойно. Высказанные претензии якобы нашими прихожанами звучали по-разному. Ну, здесь как бы разные люди говорили разную информацию. Один сказал, она одевается как мусульманка, другой ты попал в секту тебя загонетизировали. Кто-то сказал, что в храме себя веду не в христианский, кто-то считает меня несерьезной, а кто-то прям как безноватый. Ну, высказалась такая, в общем, одна сестра. Кто-то сказал, а ты мне многое с ней, никто не хочет есть в паломнические поездки. Многие принимают меня за сектантку. Но я так вам скажу, дорогие мои прихожане, если я чем кого-то из вас когда-то обидела, простите меня ради Христа. Я не признаю никакой ересь, и к критикам не имею никакого отношения, так как я живу к словам апостола. 2 Коринфянам 13, 5-6 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. Также 1 Иоанна 4, 4 глава 1 стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много же пророков появилось в мире. А также, зная слова апостола Павла 1 Тимофея 4, 16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо поступай так, и себя спасешь, и слушай в тебя. И Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Там сказано, следуйте Писанию, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молиться ради Пречистой Твоей Матери, преподобный Богоносных Отец Нашей Всех Святых, помилуй нас, аминь». Это было написано 27 сентября 2018 года в честь воздвижения честного Женотворящего Креста Господня. То есть вот как бы такое было. Разная была информация, когда вот так я стала повязываться, одеваться, да, и были разные соблазны. Кто-то что-то говорил, поэтому я говорю, может, вы что-то слышали, было что-то такое. Нет, не было ничего такого, да. Еще я сейчас хочу дополнительно прочитать другую немножко информацию, чтобы вы знали, может быть, кому-то она еще пригодится, устав. Православная христианская сестричество в честь Святой Реннапостной Марии Магдалины. Первое. Православное исповедание своей веры включает в себя, а, уверование, ну, или, скажем, сейчас будут прочитать, покаяние, крещение с полным трекратным погружением в воду, признание исповедания Никио Царьградского символа веры, то есть, о котором мы сейчас говорили, но только там, значит, добавляется, и в Духа Святаго, Господа Истинного. Сейчас старобрядцы это сохранили, читают, у нас это слово уже опущено. Как вот предсказывали же старцы преподумы Лаврентия Чернигинской, что в последние времена символ веры будет изменен. Ну, какое-то слово там. Вот одно слово убрали, и все уже. Бога Истина от Бога Истина. То есть, Бог Отец Истина, Бог Иисус Христос Истина, а Дух Святый, как будто, получается, уже не Истинный. То есть, Его взяли и убрали. А на самом деле, там Истинного Он был. И Бога Духа Святого Истинга. Значит, признание семи православных святых таинств, которые я уже зачитывала, крещение, миропомазание, непокаяние, брак, священство, еле священия. Почему? Потому что они признаны именно в православной церкви. Многие ретики-католики не признают, скажем, священство. Не все признают. И у них нет законного рукоположения. Это есть у нас в православии. Второе я хотела сказать о Десятине. Святой Десятину согласны Библии со всех своих доходов к своему духовному отцу. Если такового нет, то этот вопрос решается на общее собрание сестричества. Вести учет Десятина. Деяние 4, 34-34. Не было между ними никого нуждающихся, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. То есть я сейчас выдержки читаю из Нового Завета. Матфея, 23 глава, 23 стих. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что даете Десятину Смято, Аниса и Тмина, и оставляете важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Левитам, 27 глава, 30 стих. И всякая Десятина на земле семян земли из плодов дерева принадлежит Господу. И это святыня Господня. Малахия, пророка 3 глава, с 8 по 10 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадывайте меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадывайте меня. Принесите все десятины в домохранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных? И не залью ли на вас благословение до избытка? Кавычки закрыты. То есть это вот все сноски с Евангелия и в Ветхом Завете было, и в Новом. То есть Десятина, она святая, установленная. То, что платят общины у нас сейчас есть. Вот у Игнатия православного у них община. В Москве есть тоже община законная от РПЦ. Вот где, в общем, платится Десятина. Я тоже отношусь к этой общине, и поэтому Десятина, поскольку у меня есть духовник, я плачу ему, своему Духовному Отцу. То есть это десятый час от всех своих зарплатков. Третье. Чтение, изучение Нового Завета с толкованием Святого Блаженного Эфилакта Болгарского. Значит, Библия, 7-7 книг. Но в православии у нас синодальная, самое лучшее, 1976 года Библия, там 7-7 книг. Потому что, если вот у меня, я посмотрю, там неполное, вот у сектантов у них, они 10 книг выкидывают, у них 66. Лучше полное, полное, 7-7, самое хорошее. Библия, вот, черная Библия. Но у меня вот красная, я еще черные глаза даже не видела. Ее не найдешь, кстати. Нигде я не видел. А она зеленая? У меня, по-моему, черная. А красная бывает? Ну, красная, да. Но она там, они неполные идут. Не полная забрала. Так, значит, дальше. Чтение Псалтия обязательно на русском языке. Чтение каждодневного молитвенного правила. Ну, понятно, что утренний, вечерний, каждый христианин читает, да? Чтение, изучение святых отцов в православной церкви. Но жития все читают в основном. Желательно читать поучение. Брекакава, Дрофея, преподобный Саг, Сергей, Хрем, Сергей, Феофан, Затворник и многих. То есть поучение-то мало читают. Они даются сложнее и тяжелее. Жития как бы проще читаются. Почему читать Псалтирь на русском? Потому что, ну, на церковном славянском я читала уже давно, понятно, многие читают, но там непонятно. Даже если я сейчас начинала на русском читать, некоторые такие слова сложные есть. Ну, которые по смыслу можно догадаться. Они легкие, да, можно понять. Но некоторые есть вообще, не узнаешь. Например, если взять 17-й кофизма, 164-й стих. Семикратно в день будут прославлять тебя за суды правды твоей. Это когда я узнала, когда стала, вот, у Игнатия что-то слышала, стала читать на русском языке. Тогда я узнала, что так звучит. А сколько лет читала Псалтирь, я даже не знала, что значит семикратно. То есть 7 раз в день. Ну, в сутки. Псалмопея царь Давид, пророк, он находил время, он читал 7 раз в сутки молитву. Почему намаста, вот, мусульмане, 5 раз. Что-то, видать, от православного взяли, слышали. А мы, город, даже и не знаем. Я сколько живу, говорю, в монастыре, где бы я ни была, не ездила, и старт видел. И никто никогда об этом не говорил. Вот. А сейчас читаю, и смысл такой намного глубокий и понятнее намного. Вот советую вам хоть раз почитать на русском, но его не найдешь. Опять-таки, там есть русский язык, но церковно-славянские буквы. А скорее всего, есть чисто русский на русском именно в Библии. Русский на русский только в Библии есть. Она и в красный, и в любой. Вот. И хочу сказать, вот, одной сестры как спрашивал, говорю, что значит, например, на церковном славянском, там, седмерицу днем, хвалийся, Господи. То есть, седмерицу днем, но непонятно было. Она, где я думала, что раз в неделю, что ли, как-то она. То есть, перевод-то, не каждый же знает. Нет, оказывается, 7 раз в сутки надо. Вот Игнатий Тихонович, он, конечно, сам молится. Я вот тоже пробовала, стараюсь в Божью помощь. Но вообще, как это понять, седмерицу его? Ну, Игнатий... Что именно? Молитву какую-то читать или что? Или просто прославлять? 7 раз вставать на молитву, 7 раз. А, вставать. Ну, вот, например, смотри, ты утренний встаешь, перед Богом молишься, потом вечерний встаешь, молишься. Это то же самое, но только правило, как Господь, кому правит. Вот Игнатий Тихонович, он сделал так, например, со Святой Божьей, да, Отче наш. Вот это предначинательное, он их читает, а потом уже 100 поклонов поясных делает. Ну, кто может, пожалуйста, земные. Ну, то есть поясные, вот как бы желательно обязательно. 100 поклонов, это там по четкам делаешь. И молитва, он там, благодарит Бога, Матери Божьей, всем святым. А здравия, за упокой, да. Он сам для себя составил. Да, он сам для себя составил. У него есть, но если будет время, возможность, мне надо найти, зайти, взять у него там. И если я, конечно, с Божьей помощью, Господь поможет, со временем напечатаю, я могу вам дать. Сейчас дальше я опять к чему? Участвовать в благовестии. Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот, то есть это Господь говорил, заповедовал, проповедовать. Проповедовать не только священникам. Потому что там еще такое место горе, если я не проповедую. Нам казалось, что это относится к священникам. Но, как Игорь Тихнич поясняет, он проповедник, миссионер. Он говорит, что это относится к каждому христианину. Вот почему, например, сектанты делают правильно. Они подовые ходили по домам и прочее, благоествовали. Это то, что должны делать мы, православные, христиане. Благовестие – это благая весть. Как Евангелие переводится. Евангелие переводится как благая весть. Благая весть о чем? А Иисусе Христе, что Он приходил, что Он был распят, значит, умер, воскрес, что Он распялся за наши грехи. Вот это основная мысль благовестия. И влезет в царство. Да, и потому что, о чем сейчас исповедание православной христианки говорило, там я зачитываю, что я веру в загробную жизнь. Потому что не все веруют. Я, походу, когда хожу, встречаюсь с людьми. Бывает такое. Встретившись, например, с одной на улице. Разговорились, да? И выясняется, что она крещеная, в храм ходит редко, но посты не соблюдает. Я в загробную жизнь вообще не верю. Ну, и таких очень много, да? Кто во что? Кто святым не молится, там их не знает, да? Ну, вот разные вещи. Дальше, значит, церковная дисциплина. Это я в основном взяла. Основа, это взяты Игнать Тихоновичи, так как у них. Игнать, и Тихонович. Да, сейчас я вам прочитаю, да, я прочитаю потом вопросы. Ну, вот сейчас. Признавать, исполнять все православные посты по уставу экономно-православной церкви. Это четыре многодневных поста в году. Рождественский, который сейчас идет, да? Великий, Петров, Успенский. И однодневный, в среду, пятницу. И другие дни по уставу, например, как 11 сентября, который может передвигаться и попадать. Он когда в среду, когда в пятницу, в четверг, ну, как в течение года. Передвижной, да? Елей только... А, так. Вот посты. О постах хочу сказать. Опять тоже приходится иногда, как-то проповедовать, да? Вот Сыгнать Тихоновича, мы в Скайп недавно ходили, мы с ним поговорили. Вот я пошла в ЖЭК платить кварплату, и Господь послал человека, брата одного. Мы разговорились, и выясняется, что он одно время, конечно, служил в лотаре даже. Вот я не знаю, рукоположение у него на это было или нет. Я жалею, что не спросила, но и только сказала ему, что как Игнать Тихонович говорит, что в алтарь не имеет права с женой входить, и те, кто не рукоположен епископом, то есть миряне-мужчина, тоже не имеет права туда входить. У них должно быть рукоположение. Например, как у Игнатия Тихоновича, если его митрополит рукополагал на это и сделал чтецом, посвятился чтеца, вот он имеет право. Также я знаю, что он там ходил, но у него тоже, наверное, какое должно быть. Там даже если он не был в Словении, то Игнать Тихонович говорит, все равно, говорит, я бы не пошел. Не ходил бы, не входил туда. Ну и мы с ним опять стали выяснять, и вот сейчас, говорю, пост идет, ты, говорю, постичься, а он говорит, пандемик, среда, пятница. То есть остальное время поститься. Я говорю, а как же, мы считаем себя христианами, а как же ты хочешь спастись? А жена, да, а жена, я его приглашал сюда, но он отказался. Он сейчас тяжело, ну как переболел, он говорит, я никуда не хожу. Супруга говорит, да он читает Библию много-много, он ее постоянно читает. А я хотела сказать, да, но читать можно читать, и день и ночь читать, но суть-то хорошо, конечно, когда читаешь. Еще столкование блаженого феверлака-то еще лучше, но когда исполняешь, а не просто читаешь. А то, говорю, получается, вроде все знаем, ходим, делаем, а он, говорит, заболел. Я говорю, ну правильно, ты часто причащаешься, а если то-то, то-то не соблюдаешь, ты, получается, исповедался, идешь, продолжаешь грешить, и с этим грехами опять то же самое получается. А как в Евангелии сказано, рожден от Бога, он уже не грешит. То есть, добровольно как бы, ну не может человек грешить, если он во Христе живет, да? Дальше. Значит, в алтарь мирянам и женщинам не входите, Ладийкийский собор, правило 19-е, 43-е, 6-й Вселенский собор, правило 69-е. То есть, здесь есть определенные каноны, которые были написаны святыми соборами, и которые, как и натиховичи говорили, что их там правил было 900 с чем-то, но фактически там, по-моему, 700 с чем-то. Остальные, ну как бы мертвые, уже смысла нет их исполнять. Вот 700 с чем-то. Из них 14-13 правил в храмах не соблюдают сейчас. В отличие, вот они сами, например, они все соблюдают, у них торговли нет, свечи у них чисто восковые, ну и много там у них что. Так, посещение православного богослужения не ограничено, но имеется в виду, ходи хоть каждый день, если есть возможность, но субботы и воскресенья это обязательно не пропускать. Если, значит, пропустил, то должна быть уважительная причина. Выгнать техничество тоже так же. И у нас, я так думаю, если, например, какая-то неуважительная, ну там лень проспала или там мало что, это уже неуважительно. Если три воскресенья пропустил, то, значит, уже вопрос ставится, а можешь ли ты пребывать в этом сестричестве? У них также ставится этот вопрос, потому что христианин, ну какая может быть лень, если ты хочешь спастись, ты трудишься ради Царства Небесного, то не должно быть таких оговорок-то. Я понимаю, там, если рабочий день, хотя мы работать тоже не должны, по западу шесть дней работы, седьмой день Господу, ну как-то надо находить такие работы, которые бы не обязывали нас работать. Вот Игнатик еще, он говорит, там только сторожа можно, но потом я это проговорю. Дальше, значит, перед тем, перед входом в храм делаются три поясных поклона с приходными молитвами, но я здесь пока не уточнила. Внутри храма прикладываются перед иконой дня, лежащие на аналоге, которые стоят посреди храма. Чтобы предположиться к иконе дня, нужно сделать два поясных поклона, ну, в пост, если перчудотворный, можно два земных, ну, там, по обстоятельствам. Приложиться с благовением только губами, а не бодать с лбом. Затем отойти, сделать еще один песной или земной поклон, зависимости от лежащей иконы или дня службы. У нас вот Игнатик еще об этом постоянно говорит, и это почти везде во всех храмах, что у нас неправильно и крестится, и у нас также и везде, и к иконам неправильно прикладывается. Нужно прикладываться только губами, а у нас, видите, все обязательно губами и лбом. Вот этого делать не надо. Ну, как, зайдем сразу, что надо, как прикладывать к этой иконе? Ну, да, как у меня-то. Перед храмом прикладывается, потом на аналоге прикладывается, по стенам, по иконам ходить не надо, как найти тех и чг, ходят, как слепые, говорят. Ну, что вот ходят? Получается, как и было поклонство. А Господь сказал, что... Что это, как и было поклонство? Сейчас мы потом вернемся. А вы знаете, что мне один, эту батюшку так сказал, ну, и вот кресту прикладывать, не знаю, он видел, и он сказал один раз, я не помню, может, мне грех, но я так слышу своим ушам, не верю, сказал сначала надо кресту прикладывать, а потом к иконе. Ну, это если они... Которую я спрашиваю. Ну, если... Крестопоклонный, когда выносят крест, мы целуем крест. Если на исповеди, или там... Просто, служба кончилась, мы прикладывали, и он сказал сначала кресту надо, а потом туда. Ты имеешь в виду, когда закончилась служба, окончание службы, как бы у них чисто такая обряда часть символизирует, нужно приложиться к кресту. Когда священник говорит проповедь, он выходит с крестом, и тогда нужно прикладываться к кресту. Он же не будет стоять всех ждать, когда вы все обойдете иконой. Мы нужно, как бы... Служба закончилась, он нас благословляет, что можно выйти с храма, и поэтому мы прикладываемся к кресту. Ну, а уже потом можешь подойти к иконе, если ты не смогла, не успела. Нет, к иконе второй раз, что прикладываешь? Кажется, что же прикладываешь. Ну, имеешь право. Нет, он просто сказал, что это разум не успеет. Может, еще какое-то прошение появилось. Оба разума, я еще не слышу, кать его все не слышала. Нет, он имеет в виду, что сначала к кресту к нему подойти, а уже потом все остальное, все, что хочешь. Но это в начале, не после службы, а перед службой. А перед началью. На аналогии и к кресту. Просто порядок такой. Перед началом службы прикладывается. Перед ходом перекреститься в храм. Они в храм сошли. Первое, что каналою. А потом, если хотите, в другим иконом. Дальше, значит, поведение в храме должно быть благовейное. То есть, во время богослужения не ходить по храму, не разговаривать, даже шепотом, не вертеть головой, не качаться, руки за спиной не держать, ноги в коленях не подгибать. Когда Тихонович говорит, как кто-то из святых сказал, ну, как цапля на болоте. Стоишь, ногу подогнул, так не надо делать. В общем, стоять благовейно, ну, как солдат, ноги на вытяжку. А у нас обычно и качаются, и приседают, и все, что хотят. Но уж сильно больным у нас стоят лавочки. Ну, вот я вам скажу хороший пример и угнать техничею них в общине. Есть одна Серафима Гавриловна, которая 92 года исполнилась. Она ходит все, значит, службы. И вот когда у нас крещение было, у меня очень проделала, она всю службу стоит. Она никогда не сядет. Кстати, недавно в этом году, даже вот летом мы были, а осенью, вот она как стояла во время службы упала. Но мы не знаем, давление или что там, неважно. Она упала, тут же встала, и она не села, не была ту таблетку, не вышла, ничего. Как у нас обычно, и нас бы, конечно, сразу сели, но она продолжала дальше стоять, просто ей дали палочку, кто-то помог, ну, чтобы она хотела облокотиться. И она до конца выставила службу и потом пошла домой спокойно вот с этой палочкой так поняла. Но все-таки не присела. Вот она молодец. А когда было крещение, она и, значит, на крещение с нами ходила, на озеро, там все-таки большое расстояние. И потом, значит, с тех, кто крестился, она ходила к причастию. И на службе была. То есть она везде успевает. Раньше она у них просфоры пекла, просфорница была. Но сейчас вот она и комплекция весь такой-то, такая худенькая она, струненькая. То есть она поснится, молитвенница, ей дать. Мне кажется, что это здоровье. Тоже надо иметь здоровье. Ну, здоровье, здоровых нету, я тебе скажу. Аги больные ногами, ноги больные. Вот ноги больные, а то, Игнатик, это того, что не благоствовали. У нас проблемы. А мы христиане и грешим, и грешим. Я напушен, я не оправдаюсь, я не стараюсь. Сядет запушенный варикоз. Ну, это понятно. Мы сейчас об этом не говорим. Все за свои грехи. Но не разваливается, хочу сказать. Давайте дальше. Так, значит, сотовый телефон отключать. Правилами знакомят нас. Я вам уже там, смотрите, каждый. Да, я зачитываю вам устав, который вот я хочу организовать общину, но пока нас трое. Вот, те, которые под этот устав подходят, еще даже двое, они немножко у них, у меня к ним претензии, скажем так, да, они все соблюдают. Это как бы идеал, нужно стремиться к нему. Каждый должен. Это ведь обычный устав, обычного христианина, я бы сказала, стандартный. Если по Евангелию смотреть, мы же должны все так, по сути, быть. Вот, это я отвлекаюсь. Дальше. Значит, крестное знамение накладывать на себя благовейно, а именно руку сложил, двое перси и трое перси, кто как научен. Сейчас, кстати, и раньше у нас был раскол, старобрядцы, и вот мы, сейчас они признали, то есть благодатность и того и другого. То есть, зря был, скажем, раскол в этом смысле, да, это всего же обрядовая сторона. То есть, благовей, кто католики весьма петьми, все крестятся, кто двумя, кто тремя, это, в общем, благодатный то и другое признается. А старобрядцы тоже на штырька ходят или где-то куда-нибудь. У них свои храмы. Крестное знамение, так, значит, крестное знамение. Нанести сначала на лоб по центру, да, затем на живот, в область пупа, лучше ниже, чем выше, чтобы крест был более удлиненный, а не так, как короткий, как на технике, как думают делать. Вот короткий до груди, или косой кривой, да, затем, значит, на плечо, правое по центру, потом уже на левое, чтобы он был прям ровный-ровный. Вот вчера я смотрела один ролик, там Сергей Пародизованный, он разговаривал с одним парнем, скажем, братом с Грецией, и вот они там, он прям показывает, он составляет ролики, как священники, как митрополиты, кресты, но не все накладывают правильно крест. Косой, кривой, кто подмышку, кто куда, кто, многие, кстати, тел не касаются, и в храме я тоже вижу, кто вообще по воздуху махает, крест кривой, маленький, непонятно какой, то есть без такому действию просто радуется. Как бы мы являемся подсмечищем для бесов, да, игрушкой, но он имеет большую силу крестное знамение. Мы отгоняем как раз вот врага, скажем, бесов от себя, да, себя освещаем, защищаемся именно крестным знамением правильно. Дальше, значит, пятый пункт, строго во всем соблюдать главенство мужа. Здесь я хочу сказать, многие не понимают, вот когда Евангелие зачитывается, муж, это имеется на мужской пол, муж, здесь ребенок, дед, брат, папа, там мама, ой, это возраст, я имею в виду, любой мужской пол имеется любого возраста. Там дед, или ребенок, или подросток, это все мужчина. Жена, это имеется в виду не жена, имеющая мужа, а женский пол. От девочков, подростков, это... Когда написано, жена, да? Да, замужних, незамужних разницы нет, там вдова она или не вдова, она все равно женщина. Просто здесь, как и в Евангелии пишут, мужи и жены. Мужи и жены. Тут сюда имеется в виду все, женский и мужской пол. Значит, это у нас, как бывает, капричи, знают. У нас все идут в перемешку, неизвестно как, Даже мужчины не знают, что... Они даже некоторые был такой, идешь ко кресту, они и ко кресту должны первые, но подходит там одна сестра, и мужчина ее пропустил вперед. Так прям хотелось сделать замечание, но в храме не имею права я делала. Да? Как женщина, жен в храме-то молчат. То есть, если ты хочешь уступить ей место, но в трамвае, в троллейбусе или где-то в другом, но не в храме. Вот. Это нужно понимать, что мужчина, ты глава, а не подкаблучник, как и дна техники говорит, ты должен везде вперед, даже если мальчик. Исповедование везде, везде, везде. Везде мужчина вперед, мы должны их пропускать, а мы уже за ним идем. Исключение бывает только, если младенцы, дети, ну, на руках которые. Если мамочка с грудным ребенком идет, то их вперед. Почему? Потому что дети маленькие, нетерпеливые, они будут кричать. Вот их мы пропускаем вперед, даже вперед мужчин. Ну, это понятно, да? Свечи используют только чисто восковые, без малейшей примеси. Исход 27.20, Апостольское правило 72, Езекииль 22.26, Левитам 10.10. То есть тут все взято из Библии. Почему именно чистое? Потому что Господь, ну, как бы с примесью, это уже считается мерзость пред Богом. Господь не хочет, чтобы ему приносили вот эту мерзость и всякую нечистоту. У нас же всякие сейчас разные делают. Все переплавляют несколько раз и добавляют всякие там и химии, все, что не знают. Видишь, они и цветные, и парафин, и всякие. А должны быть чисто восковые. Они и безвредны, и как бы Богу приятно. Вот у Игнатиховича, у них, прямо у них там, скажем, женщины специально есть воск, сами они там делают и в храм поставляют. Ну, они, конечно, оплачивают и за это. Но у нас нет здесь возможности. Я не знаю, где найти чисто восковые. Очень мало. А у нас черепи восковые, разве? Мы сейчас об этом не будем говорить. Мы говорим, как должно быть. Форма одежды благочестивая. Одеваться для участия в богослужении, в храм, сарафан или юбка, длина которой не должна превышать 10 сантиметров от пола. Это как и у Игнатия Тихоныча, как вот в Москве, у нас вообще не там. И, ну, как я вот тоже стараюсь сделать, да? Как раньше вообще, в 17 веке, как вот ходили, да? Правильно ведь длинная-то одежда была? А у нас сейчас все короче и короче. Одежда не должна, значит, быть просвечущей, сильно облегающей. На подоле не должно быть никаких разрезов. Руки закрыты до кистей, грудь закрыта по горло. На голове должно быть два платка. Все волосы скрыты под платок. Сейчас в основном без платка ходят даже вот в Греции. Вчера Сергей ролик был выставляет и там везде, и в брюках, и также курят. Кстати, у них там принты, даже священство курят, и не говоря уже там, что, а миряна, да? То есть, сектанты вообще платки не носят, но у нас даже, если многие носят, то волосы всегда, ну, на виду, да? В основном еще у нас и челки, и короткие стрижки. Желательно волосы все-таки не резать, не подрезать. А вот они растут в косы, это самое лучшее. Это вот... Так. Естественно, значит, никогда не носить мужскую одежду, так это тоже по Евангелию запрещается, так как мерзость перед Богом. Некоторые считают, что только в храм можно брюки не одевать, одели юбку, а потом вышли в них храмы и одели их. А на какая разница? Христианин должен быть всегда везде христианином. Вот. То есть их можно вообще отдать там, не знаю, куда-то или вообще избавиться они, скажем. То есть если ты христианин, хочешь спастись, лучше вообще их не иметь, в доме не носить. Вот забыть про них. Не дача, не оправдываться тем, что я там. Но как же раньше жили, когда вообще брюк не было? Раньше же носили женщины и длинный подолок были, и в поле работали, и рожали, и полы мыли, и все делали. Бесок не разрешается. У них пантазоны. Вот. Ну, что у них было, брюк у них не было. В этом смысле они выше нас, да? Так как, значит, христианин не маскарадная маска, которую захотел одел, на время захотел, не одел. Христианин должен быть таковым везде. Храм, улица, работа. Вот. Это получается, я все только думаю, как-то рассуждала, и у меня мысль такая. Вот даже если, сейчас чисто внешнее, поставить мужчину и женщину, если, чем они должны отличаться? Женщина сапоги, мужчина, скажем, ботинки, ну, кирзы сапоги тоже, ладно, там сапоги и сапоги. У женщины юбка или платье, у мужчины брюки, у женщины платок, у мужчины шапка. Но я здесь так понимаю, что это все равно все совершенствует, и все искушение все равно отстанет. Даже вот зимнее, я считаю, что нужно все равно носить платок. Шаль или теплый платок, как и на мусульмане делают, причем они молодцы. Они ведь даже зимой не одевают шапку. Я сейчас, кстати, тоже не ношу шапку, именно вот платок. То есть это все равно как бы вид женщины. А вот представьте, если ты уже одел шапку вместо платка, если ты одел брюки вместо юбки или платья, вот ты уже и мужчина. Ну, как бы чем? В чем отличие-то? Оно и должно быть. А то иногда раз идешь, смотришь, иногда раз путаешься, не поймешь, то ли это мужчина идет, то ли это женщина. Я должна с вами. Вот так вот. Значит, внешний вид опрятный. Сестрам не посещать косметические салоны. Но я так думаю, здесь как в Евангелии есть такое-то место. Невозможно не прийти искушением, но горе тому, через кого искушение приходит. Лучше, говорит, повесить его мельчины жернов и утонуть в пучине морской, чем соблазнить одного из малых всех. То есть искушение, они будут приходить, но раз мы христиане, христиане, мы хотим спастись, то нам дам ум, и мы должны выбирать, принимать ли нам это искушение или нет. То есть одевать брюки, не одевать. Нас же никто с селком не заставляет. Так ведь? Украшения никто не заставляет. Никто нам это не навязывает. Платок. Никто нас с него не снимает. Вот. А у нас так пришли в храм, а потом из храма вышли, платок сняли в сумочку и пошли. То есть получается, в храме я вот такая хорошая, я вот христианка, а по улице иду, в троллейбус или там в какое-то общественное место пришла, или в магазин, или куда, знакомых увидела по работе, соседей или кого-то уже стал сняться, вот уже я и платок не одену, уже я и юбку длину не одену, уже мне стыдно. То есть мы своей верой стыдимся, а Господь говорит, чтоб стыдиться меня и слов моих, вроде всем прелюбодейным, грешным, да, того и отец, ну, постыдиться, когда придет Иисус Христос во славе апостолов. Так, значит, дальше. Ну, вот эти парикмахерские тоже, они, я считаю, на соблазн, потому что парикмахерские, ну, слава богу, вот я по молодости сходила, а потом всю жизнь у меня парикмахера была на дому, как бы из двух зол выбирала меньшее, то есть парикмахерские я не ходила, просто ходила на дом. Вот, а сейчас, естественно, уже не хожу, мне это уже не нужно. Здесь, значит, опять добавлю, что? Не посещать косметические салоны, не использовать никакую косметику, так как все-таки это считается не чистота перед богом, да, никакие украшения, нательный крестик носить на гайтане, потому что я считаю, что серебро или золото все-таки это, как бы, роскошь. Все равно мы ей надмиваемся. Вот вы сами заметите, если вы ходили в золоте и попробуй сразу прийти на гайтан, ты сразу поймешь, что у тебя будет смущение, у тебя где-то что? Вот этот счастливый, этот счастливый. Если в церкви покупала, то эту цепочку. Разница нет, где хочет ее купить. Причем здесь это? Мы сейчас говорим о другом. Чтобы не гордиться нам, не тщеславиться, чтобы Богу угодить и спастись, ну, я сейчас, как бы, совершенный, вот, к совершенству мы должны стараться, стремиться, чтобы угодить Богу. Опять, не красить ногти ни на руках, ни на ногах. Я так думаю, ну, когда этот, в первых веках, скорее всего, лак-то и не было, это изобретение, последнее, совершенное все, мне кажется, все равно, все это от станы. Это зло, оно не стоит на месте, оно всегда растет. Не стричь волос, не дел челка на лбу. То есть, как вот раньше ходили-то, наверное, русские женщины-то, крестьянки-то, да? Наверное, волосы не стригли, так как мы сейчас. Мы что-то с алфаном только не делаем. Я знаю, у нас одна ходит, так она вообще выбривает. Я ей как бы сделала, ну, как сказать, как бы замечание, что ли. Но я ей не понравилось, хотя она говорит, я не гордая, а сама обиделась. Я говорю, ну, зачем выбривать-то? Ну, вроде уже не молодые. Одну половину? Да, одну половину выбривает. Вот, то покрась, то там. Но кто-то здесь седины стесняется, Игнать их и гнать, что все естественность знает наоборот, мудрость. Но есть она, есть если мы наносили палатки, как раньше. Вот полток один, и тебе там не видно. Седой, это не седой, какой там цвет. Плешина, не плешина. Кстати, есть место ветхом заветия, что появится плешь, сказал Господь. Место благовония будет зловония, вместо волос, вместо кудрей, плеч. Нам нет, тоже слова сбылись. У меня, когда я делала кудры всю жизнь, одно время смотрю, залысина появилась в одном месте. Я сразу как рукой сняла этот библейский стих от Малахи почитала. По-моему, от Малахи я потом найду вам это место в библейской. И там об украшениях, о сергах, все там говорится, все, что это Богу не угодно. Вот. И я, когда уже платок на голову повязала, сейчас и на работе везде хожу в платке, и все, у меня эти волосы выросли, тут никакой плеши нет. То есть, как Господь показал. Вот. Но не на каждом это будет показывать. Вот. Это не значит, что мы не согрешаем. Ну, просто, если вот представьте, Господь, мы все согрешаем многими грехами. Но одного он наказывает за один грех, другого за другой, чтобы мы смотрели и выразумлялись и не научались. Он не может одного человека, скажем, наказать сразу там за сто грехов, сто болезней дать. Так ведь человек просто не понесет. Поэтому понемщий наш он жалеет, как бы любит нас, и он дает нам какую-то хоть маленькую болезнь, чтобы мы образумелись, и чтобы мы научались, например, других. Вот у меня сейчас очень много знакомых, которые вот раком больны и в возрасте. Вот она, ей, наверное, 40 лет, вот уже грудь отняли, третьей степень у нее. Но она, естественно, сразу к Богу обратилась, стала воцерковляться, ну, как Игнатий, конечно, не любит, неправильно это слово. Хочется быть христианкой. А в процессе разговора стали разговаривать, выясняется, что все это поверхностно. Потому что до конца глубоко она не знает. Евангелие читает, толкование не знает. А вот в храм, ну, много ли там научиться в храме-то? Если, тем более, у нас там ничего не соблюдается. И креститься не можем, молиться не можем, ничего не общаемся. В церковь ходила 31 марта, во другом мирно-тракте уже. Ну, сейчас и детство болеет, чего уж говорить про взрослого. 4,5 метра. Дальше, исключение для, ну, это, значит, я не буду, церковная дисциплина. Дальше, продолжай, не сквернословить, но тут, естественно, это для всех. Не сплетничься, не воровать, не лгать, не завидовать. Ну, это как бы заповеди. Если согрешил покаяться, примириться с Богом ближним, если смертный грех, то наложите на себя эпитемию с Совета Духовника или опытного духовной жизни брата или сестры. Это понятно. Но сейчас у нас эпитемия вообще не, как бы, не имеет места быть. Если у монстряк где-то что-то накладывают, очень мало и редко. Это, ну, скажем, такое церковное наказание. Каждому греху, соответственно, как врачовство. И священники, они знают, против какого греха, какое наказание. Например, если есть каноны, там прям записано. Если женщина делала аборты, по-моему, 10 лет она не имеет права причащаться. И это все записано, никто этого не отменял. Ну, просто у нас это не используется. Убийство, самоубийство, прелюбодеяние, прелюбодеяние наказывать страшнее, чем за блуд. Вот, это не допускается ко причастию. А у нас получается сейчас, у нас и блуд, и мы пьем, и курим все, что не творим, всякий грех, а ко причастию все равно ходим. Вот. Исповедались? Ну, говорим, да, мы исповедались. Ну, а как мы исповедались? Исповедаться, это нужно так, чтобы ты бросил этот грех. Ну, курил, пил, блудил, так в следующий раз, когда придешь ко причастию, ты уже не должен называть это грехов. Ты уже должен бросить пить, курить, блудить, бросить воровать. Вот это тогда будет истинное покаяние, истинное обращение. Тогда ты имеешь право допускаться к таинству. А у нас получается, таинства, они должны для истинных христиан, которые все исполняют, живут по западу, которые не грешат, ну, бывают там какие-то, ладно, в мыслях, в помыслах, понятно, все мы слабые, на нас воздействуют, и мир и среда, как бы невольно согрешил, для этого у нас существует таинство покаяния, это понятно. Но добровольно или специально, и как вот я захотел, заблудил, хотел на пёс, там погулял, там в пост или что-то, да, то есть этого уже не должно быть. Сейчас вот впереди у нас Новый год, тоже проговаривает ситуацию, многие, хоть и православные, но даже и священники, разрешают пощать, ну, вроде ты и среди мирян, ну, как все будь, не отличаясь от всех, то это как раз не должно быть, мы должны, наоборот, пример показывать, как они обратятся к Богу, если они видят, что мы, называя себя христианами, так же с ними пьем, так же с ними гуляем, так же отмечаем эти мирские праздники, этого не должно быть. Я вот помил с Божьей, слава Господа Иисусу Христу, уже не отмечая который год, то есть для меня этого, как такого праздника нету, даже вам хочу сказать, вот сейчас у нас в лице украшают, все так красиво, все роскошно, а мне это уже не трогать, для меня это уже мертво, то есть если хочешь спастись, духовное должно быть на первом месте, а все остальное, вот это мирское. Можно вопрос задать? Блуд от прелюбодеяния. Блуд это когда вне брака еще, человек живет, вот подростки, нас дети, или ты замуж вообще никогда не уходила, вот если это блуд, а если ты имеешь мужа, живешь с мужем, и находишь на стороне, это уже прелюбодеяние, то есть ты мужу законному, изменяешь, вот это прелюбодеяние, оно наказывается страшнее, причем на жен, в канонах есть, как Надя Тихович говорит, там накладывание пятиемья выше, чем на мужчин. Сейчас я точно не помню, по годам, но там что-то тоже много. Я тоже хотела спросить. Дальше, значит, табак, курение, пьянство, волшебство, зрелище запрещены. Ну, конечно, о волшебстве, там, это понятно, что, но здесь и карта нельзя, домино, скажем, вот эти вот шахматы, хотя я знаю, у нас одна, они хоть постоянно причащаются, но они шахматы любят, и она еще пыталась со мной испортить, говорит, нет, это вроде нет к этому вреда. Ну, Игнат Тихович, я думаю, ему беднее. так. Да, господи, помилуй, благослови. Так, дальше, на чем я остановилась, табак, курение, пьянство, волшебство, зрелище запрещенное. Вот, чем не нравится мусульман, как Игнат Тихович говорит, что они вообще не пьют, ну, мусульмане верующие, они считают, что алкоголь, это шайтайник кров. нам бы взять с них пример. А у нас считают, это наоборот, если не пьешь, что-то с тобой не так, ты больной, или что-то такое. Ну, это тоже важно, люди. Вот. Участвовать в святых танцах в православной церкви, обязательно участие в таинствах исповеди и причине святых таинствах. Желательно все четыре поста. Но это понятно, что в пост мы стараемся участвовать, да, причащаться святых христовых таинствах. По четвертой заповеди не работа в воскресные дни, кроме работы сторожа, врача, хлебороба, скотника или доярки. Ну, уже, как говорится, какую священнику врача дверь должна быть открыта, он оказывает помощь, да, хлеб кто печет или сторож, на них правил не распространять. А мы по заповеди шесть дней делай, а седьмую господу посвящай. Любой специалист, если с гордящим графиком, шаг как мода пошла, подвинать в часу. Это понятно. Попадешь и субботу, и с весенней. Я тебе еще раз говорю, Игнать, если ты... Эти специальности мало хотели, я тот раз, чтобы подумали. Я поняла, Зоя, я тебе так отвечу. Если ты хочешь спастись, вот лично ты, всегда найдешь способ и всегда найдешь специальности работу. Тебя же не привязали, тебя не связали. Я, например, хотела, и меня Господь, например, даже вот от торговли отвел, потому что торговля, она все равно вредит. Вот Игнать Технич, сколько примеров было. У них все, кто были в торговле, они почти все ушли из православия, потому что там большой риск связан с грехом. И обвес, и обмер, и обсчет, и все, и все, что угодно. Одна со мной пыталась спорить, я говорю, я не знаю, у меня мама заслуженный работник торговли, она очень много поработала, я это видела, она мне даже пыталась в свое время научить и как бы передать свое это все. Я говорю, нет, это не мое, мне лежит, и Господь мне отвел, и я благодарна Богу. Хотя все сейчас торгуют, все работают, торговлю проще всего. Казалось бы, иди туда. Да? Но, если я считаю, я хочу спастись, я могу выбрать что-то другое. Но, те же самые полы, и ты всегда найдешь и везде. Скажешь, вахты, всегда можно. Господь сказал, стучите и отворят, просите и молите. Если просите Бога, то он всегда может дать работу во спасение. Не может тебя никто не связывает, прям обязательно, чтобы ты в воскресенье работала. Я считаю, всегда можно найти. я поняла эти специальницы, мало. Скажешь, которые работают, кто-то работает должен, кто-то работает, А как его эти работы? Мы сейчас говорим о христианстве, а у нас много не христиан, много не язычников, вот как бы они работают, но у нас получается как? К вере приходим мы по-разному, в разный период жизни, да? Когда-то один работал, скажем, в той же торговле, или в какой-то парикмахерской, проходит время, он уверовал, и он бросает эту должность и уходит оттуда. на его место приходит неверующий, другой работает, да? Когда он уверует, он тоже оттуда уйдет, если он уверен истинно правильно. Вот я к чему говорю, народ меняется, поколение меняется, все меняется, поэтому переживать не надо за это, Господь все устрояет, спасение каждого. Мы желаем всем спастись, конечно, в разум истины прийти, как это Евангелие сказано. Здесь нужно говорить, что если ты захочешь, ты всегда найдешь. Ты думаешь всегда вот о себе, как тебе спастись, и потом ты увидишь, как спасать других, а не наоборот. Мы хотим всех спасти, а сами не знаем, как это сделать. Вот, чтобы стать, нам нужно самими христианами, какой-то медь опыта. Вот я, например, разговариваю со многими, все-таки говорят, у меня муж не верующий жалуется, а когда коснется, по факту, посты соблюдаешь? Нет. Там поклоны делаешь? Нет. Ночи там ставишь? Нет. Ну там что-то такое вот. В основном мы в тот раз зачитывали, что легко, значит, молиться многим и творить милость, но самое сложное, и она воюет именно против поста. Именно вот пост, чтобы среду, пятницу все посты соблюдать, и это самое тяжелое, и оно тяжелее всем дается. И поэтому не все его соблюдают. И хочу, к чему сказать, если ты сама не соблюдаешь, нет примера, ну как ты, например, говоришь мужа, он видит, ты пошла в храм, то есть ты сходила, получается, как развлечение, да, пришла, а сама ничего не сполняешь, ничего не делаешь. Так и он никогда не обратится, не будет ничего делать. И дети также не будут делать. Сто раз им хоть говори, но они никто не будут делать, а нужно самой исполнять. И тут и тогда будут твои ближние обращаться. Значит, дальше. Утром вставать всегда в 4.40. Вот Игнатий Тихович, они, у них это тоже записано, соблюдается, ну если кто-то, он так говорит немножко, ну бывает разное же, у кого специальность, возраст, болезнь и прочее, он говорит, допускается, у них некоторые сестры, ну встали в 4.40, молитвы правил, а потом прилепли, ну уж на крайний случай. Но это всегда нужно ложиться раньше. Там не обговаривается во сколько. В 9, 10, в 11, во сколько ты там ляжешь? Тут он не обговаривается. Главное вставать в 4.40. Не зря же поговорят, кто рано вставит, там Бог подает. Но он говорит, сам он пришел к этому, когда молился, и хочу сказать, вот эта вот мать Тереза, чья она? Католичка была, да? Она у них там канонизирована. Он исследовал когда, он же очень много разносторонней развитой, очень много знаний. И он говорит, что она тоже вставала в 4.40, что интересно. В общем, я даже по себе заметила, сейчас, конечно, зимой тяжеловато, а вот летом хорошо вставать, потому что светает рано. То есть, раньше вставать намного полезнее. Сестры вступающие в общину не должны иметь работу, связанную с какой бы то ни было торговлей и коммерцией. Но это опять, я говорю, то, что, если я, например, организую, я хочу вот так вот, да, по этому уставу, и я никому не навязываю. Тот, кто хочет этот устав соблюдать, он, пожалуйста, принимает его, и мы договариваемся, да, и мы соблюдаем. А как же вот община существует? Вот Игнатихович на принципах тоже устава, без устава ничего не бывает. Любое устроение, оно имеет какой-то устав, хоть даже в мирскую организацию, хоть что-то, у каждого свои правила, любую работу возьми. Все равно у кого-то какие-то правила есть. Или в монастыре, там у них у каждого свой устав. Без этого никак нельзя спастись. Посещать больных на дому, в больницах, в других местах, понятно. Значит, не давать деньги под проценты, не брать ворованные вещи и прочее тому подобного, не ходить в большие долги, превышающие свои денежные накопления, ну, то есть, зарплаты, пенсии и прочее. А то у нас, конечно, по Библии, если нас просят в долг, мы должны давать. Это понятно, что и неверующие это делают. Если уж тебя там не вернули, но тоже нужно смириться и принять, как бы с этим расстаться, ну, пусть пойдет она как милостыни, скажем так, да, можно дать, но все в пределах тоже разумного. Нужно знать, что если, например, он тебя хитрит, обманывает, на Винскую или куда-то, это тоже нужно везде рассуждения, вот, иметь во всем. Ну, вот такой, скажем, устав, как бы он краткий, но емкий. А молитве 7-кратная, Игнать Тихонович, опять я вот говорю, там есть у нее, потом мы сейчас ролики посмотрим, попозже. Я тут еще интересно хотела рассказать, вот когда мы с ним в скайпе выходили, в тот день мы вот встретились с Анатолием, поговорили, я говорю, как Господь благодатно устроил, вечером я звоню, разговариваю с сестрой Татьяной, вспомнила момент, рассказывай, у меня очень, кстати, Библия есть и детская, и обычная Библия, и есть Библия на церковном славянска, ой, Новый Завет, Новый Завет на церковном славянска, когда ты его читала, что хочу сказать, он дается сложнее читать, чем Псалтырь, но Псалтырь мы слышим на службе, часто на слуху она у нас, и поэтому мы ее легко читаем, а Евангелие, оно читается сложнее, почему? Потому что много новых слов, которых мы слышим редко, и вот был такой момент, я говорю, чудо какое-то, это я потом увидела в Жития Святых, и какой-то священник писал, что у него тоже такое было, но если будет читать Жития Святых, там такие моменты тоже были в жизни, а у меня такой личный момент был, что когда я читала, читала, и потом поймала себя на мысли, я читаю, я забыла, что я читаю церковно-славянский, мне показалось, что я читаю по-русски, то есть я легко так читала, и знаете, в один момент на каком-то, значит, стихе, меня коснулась благодать, я вам сейчас не могу передать, и буквы церковно-славянскими, и язык, да, церковно-славянская буква, и церковно-славянский язык, я вам могу потом показать, это у меня новый завет, И Господь дал благодать на каком-то стихе, а я тогда не знала, не поняла. Ну, не было такого, скажем, опыта. Я читала дальше, я забыла этот стих. Потом проходит время, я начала его искать, и я не могла запомнить, потому что церковь славянская, это сложно. И я потом, еще много лет прошло, я опять вспоминала, ну как, я не могу ни вспомнить, ни найти. И вот я рассказываю, а Таня говорит, ну расскажи, как действует благодать. Я говорю, как тебе могу рассказать? Ну, каждый человек должен это чувствовать. И, значит, когда я, мы поговорили, легла, уснула утром, просыпаюсь, и, значит, слова у меня вот прям по всей земле завещаниях, и в конце вселенной глаголы их. И вот эта фраза, что интересно, это я, что хочу сказать, вечером мы скидывали ролик, дочь у меня скинула, Игнать Тихонович, часов 10, поздно уже. И, да, я ее услышала, что она ролик скинула, и Игнать Тихонович, разница у них 3 часа, это у него был час ночи, он встает рано. И я думаю, ну я не знала, что он мог скинуть, обычно я знаю, через 10 дней там может выстрелить, или через 2 недели иногда. А тут мы, тем более, только сняли, с ним поговорили в скайпе, и вдруг я просыпаюсь вот с этими, я сразу поняла, что это речь о проповеди во всю землю завещаниях. Ну, кого? Конечно, апостолов. И только ближе к 12 часам я зашла в интернет, нашла Библию, откуда это взято, то есть это на Петра и Павла поется. И только к вечеру у меня осенила мысль, а почему не на русском, потому что имеется в виду, если на русском там звук прошел по всей земле, и слова по всей вселенной. Думаю, почему не на русском церковном славянском? И вот что интересно, я говорю, ну, наверное, от того, что проповедь, я, оказывается, Игнать Тихонович выставила уже ролик, и от того, что я с Танем мы поговорили, я думаю, может быть, Господь мне, вот, может, эти слова и были, почему-то мне так подумалось. У тебя, конечно, доказательств нет у меня, на каких словах меня уловил Господь-то, но ведь это же, вот, я их, церковь славянских, уже давно не читаю, и откуда я могла эти помнить-то? А вот именно они у меня крутятся-крутятся, а потом я нашла, и вот, оказывается, какие слова апостольские, интересно, о проповеди. Но я и говорю, то, что вот, все время, когда я обратилась, скажем, 24 года, у меня научилась церковь славянский читать, у меня мама читала потом по усопшему, она 8 лет, и у меня так понравился церковь славянский, я почему-то мечтала, тоже хотела, хотя Игнать Тихонович нехорошее слово мечта, но, скажем, желала, имела желание, и все, думаю, вот, выйду на пенсию, я буду читать тоже по усопшему, но там у меня основная мысль была какая? Не то, чтобы читать просто по усопшему, а именно проповедовать, говорить людям о спасении, вот, как спасти свою душу, да? И я всегда знала, почему-то думала, что у нас будет двое, ну, скорее всего, потому что Евангелие читала, как двое ходили благовествовать, проповедовать, вот это, на проповедь Господь, говорю, избрал меня, когда вот, я говорю, Господь избирает, все же Господь делает, даже когда по святым местам стала ездить, но я молилась, просила у Бога, что, я так думаю, Он меня избрал, на это поставил, не зря было благословение, уже там, пользуясь моментом, тоже я по-своему проповедовала вот о спасении души, да? И как бы это она проповедь, и вот именно вот эти слова, вот тоже ведь, наверное, не зря, это как бы Господь дает, то есть еще раз напоминает и говорит, что мы тоже должны друг другу благослововать и проповедовать о спасении души. Ну, что я хотела сказать, да, я еще хотела, мы в тот раз о посте зачитывали, я сейчас несколько, устали немножко, да? Сейчас, да, да, отойди, да, я посте, что-то здесь сейчас, сейчас, посмотрю, мы в тот раз зачитывали. Как постились, вот, вецхозаветные праведники, нам, скажем, для примера, очень интересно. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей, Исход 24, 18, и пробыл там Моисей перед Господом 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. То есть мы, опять, когда говорим о посте, хочу напомнить, что мы забываем, что сейчас мы постимся, как мы постимся, то есть мы просто воздерживаемся от скоромной пищи, то есть принимаем постную, но мы все равно кушаем эту пищу, а раньше они постились, как вот и Моисей, и Притечь, и сам Иисус Христос, они, тетя, они, значит, постимся, вообще не вкушали, не ели, и как жития святых, мы читаем, да, там же многие-то подвижники, они тоже, например, всю неделю могли не вкушать, не есть, или там только просфору, в воскресенье принимали после причастия воду и просфору. Ну, не зря же сказано, что в последние времена, ну, как бы, люди слабее будут намного, чем вот в первые, конечно, христианские века, да, христиане были намного сильнее, хотя Господь вчера и сегодня, и завтра он один и тот же, да. Вот, значит, и собрались в массив, и учерпали воду, и проливали пред Господом на землю, и постились в тот день и говорили, согрешили ли мы пред Господом, первое царство 7-6. Здесь вот интересно, я когда прочитала, и думаю, надо же, вот представьте, как они постились, быть у воды, целый день вот они постились, и не пить, они ее наливали и тут же выливали, наливали и тут же выливали, то есть, как бы, какое-то мучение, да, мучение. Но они даже не пили. Не пили, так это пост был. Можно было поститься не видя воды, да, это одно. Но, а когда ты хочешь пить вода перед тобой, а ты ее раз своей рукой вылил. Да. Вот это тоже, какой труд. Это они хотят Господу показать. Это же тоже нужно не слова Богу, а дела. Понятно, когда я вот детям мясной готовлю, а самой не кушать. Ну, это всегда так. Это то же самое. Вот я, у меня тоже такое вот... Подобно, это подобно. Это то же самое, когда ты готовишь, ты вкушаешь, запахи, соблазняешься, все. А у меня также, у меня дети на время постятся, я пришла, а дочка, такие вкусности тут наготовят, да запекает и печет, и какие запахи на все это. Ну, естественно, я уже знаю, что мне нельзя, я спокойна, но хочешь не хочешь-то, запахи-то не тут. Хочешь-не хочешь, знаешь, что тебе нельзя, и... Тебе не совсем не постятся, да? Ну, сейчас нет, да. Параговка Илья, идя к горе Божией Хариф, постился сорок дней и сорок ночей. Вот что интересно, видите, ведь, то есть вообще ни пить, ни есть сорок дней и сорок ночей. Мы сейчас, наверное, уже и не сможем это. Вот. Дальше. И с великим усердием запели к Богу всем уже Израиле, и смирили души своих в посте и молитвах. И Господь, услышав голос, их презрял на скорбях. Во всей Иудеи и Иерусалиме народ много дней постился к предсветилищим Господа Вседержителя. Иудеев 4, 9 по 13. Ну, вообще, человек, ведь сколько-то не может без воды. Ну, это говорят же медики, это же не Библия нам говорит. Библия говорит как раз противоположное. А Игнат Тихонович мне нравится сделать ссылку на Златоуста. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Это нам все приносит враг. Например, когда нам пришла от ангела мысль, или мы прочитали в ангеле, увидели, как постились люди, то враг не дремлет, он тут же нам противоположную мыслью будет. Если он видит, что мы хотим спастись, и вот сейчас начнем пост, он тут же подходит к нам и начинает другую мысль. А вот сказали так-то, а вот сделали так-то. Вот кому не скажу, вот я болею, и начинает оправдывать. Так болезнь, это от чего? Наоборот. Если человек постоянно курит, то, естественно, потом будет болеть. Если он упивается, так естественно он будет болеть. Ну, ты брось курить, ты брось пить, начни лучше поститься. Нигде не сказано. Вот Игнат Тихонович часто говорит, да и ждать святых, и сколько ведь они много ели. Так же физически работали и трудились. Хотя и соблазна много. У меня тут с одним братом встретились как-то, и он говорит, вот какой соблазн был. Храм строил когда, был пост. Готовит, говорит, и мне принесли, значит, кушать-то постное в пост. А настоятелю мясное. Я говорю, ну, конечно, плохо поступили. Ты видел? Вольно-невольно соблазнился. Если уж они делали, то уж тайно бы делали хотя бы. Ну, не получается так. И поверили мне, ведь Ианну Богу, и объявили пост. И одевались в обречище от большого из них до малого. И Анна 3,5. Вот хочу сказать, что интересно, вот постели-то и дети, и взрослые. Кто-то мне тут сказал как-то про пост о пище. Я говорю, вспомнил преподом Сергея Раднического. Тоже он когда одно время тяжело болел. И его, говорит, ну, при такой болезни, молочка, он говорит, если мама благословит, буду пить. И написали письмо матери. Мать сказала, не благословляю. Несмотря на то, что сын болен, да, и он послушался. Да, он в детстве. То есть это... Сергей Раднический, он вообще была как в детстве. Но это он когда грудь сосал, он как бы и отказывался от груди. В среду пятницы. В среду пятницы, да, интересно. Но это избрание Божьего, да, особый промысел. Так, ну, если что, какие-то вопросы, да, есть? Да, давайте все. Устали немножко, да? Нет, не устали, мальчик. Слушай.